всем привет значит да я сотрудник лаборатории физики высоких энергии с пбгу кроме всего прочего сотрудник эксперимента энергии энергией церне здесь написано ну и еще мы делаем с другом паблик церначи про физику элементарных стиц может быть кто-то зайдет вот мне из первых несколько комментариев по того что я собираюсь говорить прежде чем начну рассказать про элементарных стиц и значит сейчас вот так а можно включить свет потому что я думаю что вы не так много информации на слайдах а пополам его нельзя да скажите вот видно в таком мне кажется достаточно ярко и в общем-то и так слайды видно не в темноте вот значит во первых в анонсе было написано много всего что я буду рассказывать там про историю так далее так далее и не будет не рассказывать потому что так много всего надо рассказать за 45 минут и как вообще-то у нас вся кафедра занимается элементарными стицами это огромная огромная отрасль и говорить обо всем ну очень сложно во-вторых я не вегипедия поэтому много чисел я несколько и много чисел я могу немножко так приврать ну и не знаю если вам что-то надо вот точно узнать вот точно какую-нибудь массу какими частиц и так далее зайдите на вегипедию посмотрите или там что-нибудь такое вот следующее я да я как уже говорил не буду говорить про историю вообще потому что с историю меня все плохо в истории физики примерно так же как с обычной ну и для врезания времени чтобы не всегда кажется что интереснее рассказать про то что существует поток как мы думаем что мир устроен сейчас чем про то как это все было открыто ну мне кажется открыть открытые открытие это немножко скучно обычно но по крайней мере как это рассказывается вот кто из вас знает стандарт ну хорошо кто-то знает логренджан стандартная модель есть ли быть такие тут ну хорошо просто про стандартную модели хорошо так ну так не ладно я рад потому что если кто-то пришел кто изучал элементарные стицы то им будет достаточно скучно я ничего нового не расскажу вот ну хорошо цель лекции такая я по крайней мере перед собой поставил чтобы в результате ее у вас сложилось некое впечатление о том какие элементарные частицы есть как они между собой взаимодействуют как 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 происходит их классификация ну и вот как это все уложилось в голове а не было каким-то там вот просто отдельными словами витающими поэтому ну примерно так она будет устроена значит ну а теперь начнем как устроен наш мир наш мир устроен в основном из элементарных частиц еще одно не считая пространство элементарных частиц и нет никакой магии то есть например когда в школе изучают физику там часто присутствует такая магия там типа земля притягивается к луне потому что сила гравитации сила гравитации что магия положительные заряды притягиваются отталкиваются разные заряды притягиваются почему ну магия потому что так вот работа не знаю трение в основном потому что вот магия такая этого ничего нет и все это можно описывать с точки зрения элементарных частиц ну и вот про это будет по это буду рассказывать первое там частица которую открыл открыли люди кто знает какая элементарная частица электрон все верно так значит а еще нюанс согласно нашему представлению элементарных частиц является точечными объектами поэтому как бы мы их не изображали это всегда будет далеко от реальности нарисовали вы кружочек подписали электрон нарисовали вы зверушку подписали электрон без разницы это все неправда поэтому я буду рисовать таких зверушек вот это типа электрон и значит я буду дальше указывать сейчас как это все я буду указывать массу этих частиц часто достаточно и она будет мириться в массах протона кто знает сколько протонов теле человека ну примерно сколько нулей больше сколько ну да ну в общем не протонов нуклонов но без разницы я так прикинул получилось около 28 мне кажется потому что вагадр это про молекулы а вы еще в молекулы должны найти все это посчитать ну в общем 28 примерно где 28 нулей вот но это так что вы смогли сравнить массу массу электрона и массу протона значит ну электрический заряд я иногда буду его тоже указывать минус идица значит электрона все знают что такое все все слышали про электрон это там только так далее я не буду на нем много ставятся все очиститься которые открыли на открыли которые заявили что она должна быть протон не элементарной частица и он поздней неважно нет бозон не бозон не является элементарной частиц это такое собирательное название ну как ни странно так вот здесь как видите я буду добавлять их на новый я буду добавлять новые частицы вот в правую часть экрана ну и здесь будут являться значения и видишь ты я поделил на две части на на материю и на силы ну просто чтобы потом разбирать разбираться левого фотоны там эйнштейн если исправить эйнштейн сказал что свет должен контоваться и кванты будут фотонами масса до электрический заряд 0 но они являются переносчиками электромагнитного взаимодействия то есть если у вас какой-то объект взаимодействует с другим объектом электромагнитно это происходит обмена фотонов свет фотоны не знаю палец почему не отваливается вниз из-за фотонов но это магнитное взаимодействие молекулы связаны между собой к магнитным взаимодействием гравитация она направлена вниз если бы была только гравитация палец бы отвалился и мы все растеклись есть есть электромагнитное взаимодействие которые которые сдерживают ваш палец вот такой важный фото ну и все остальные вещи которые нас окружают это в основном фотоны но я имею ввиду что это основном электромагнитное взаимодействие мы не проходим через стены за счет из электромагнитного взаимодействия вот дальше ну да и тут вы можете сразу запоминать ну или не запоминать вот здесь вот условное обозначение которыми это электрон это фотон который физики используют чтобы чтобы обозначать разные частицы ну и следующее атом атом не является транштиций но здесь присутствует магия и магия заключается в том а почему атом не разу а почему протоны нейтроны не разваливаются в ядре то есть ядро стоит с протонов и нейтронов электроны мы уже определили что электроны притягиваются к ядру так как это магнитное взаимодействие а здесь а здесь почему не разваливается чтобы перейти туда давайте сначала сначала такой забавный эффект что люди долго думали как устроен ядро и например 1 в первую очередь были открытие протоны и протоны были открыты с терминологией а-ля об открытии атомов водорода внутри более атомов более тяжелых элементов то есть изначально в общем-то просто открыли атома водорода внутри внутри чего-то тяжелее ну а там водорода то есть протон вот значит ну а не трон открыли сильно позднее у меня выключился микрофон хорошо ну хорошо отлично значит а зале тоже стало нормально отлично все настроено ну и связь тут осуществляется за счет пионов внутри внутри ядра то есть это счет обмена пионами но фишка то в том что пионы тоже не элементарной частицы и про это я сейчас и в действительности все это осуществлено за счет сильного взаимодействия то есть электромагнитное взаимодействие это фотоны Есть сильное взаимодействие. Сейчас я про него подскажу подробнее, потому что я им занимаюсь, и мне всегда нравится про него рассказать, потому что он очень, мне кажется, самый интересный из элементарных взаимодействий. Но я сделал некий отступ назад. Вот смотрите, есть такие очень элементарные идеи, про которые почему-то нигде особо не говорят. Что все в окружающем нашем мире, с чего-то состоит. И поэтому работает такой принцип комбинирования. Если надо сделать сложный объект, надо взять много простых объектов, объединить, получить сложный объект. Ну, например, сделаем дом. Берем кирпичики, соединяем, стена, вуаля. Хотим сделать человека, собираем кучу клеток в кучу и получаем человека, условно говоря. Хотим сделать молекулу, так же самое из атомов, хотим сделать атом. Собрали кучу протонов, нейтронов, электронов, как-то их поместили между собой, закрутили, получили атом. Ну, это я условно говорю, про закрутили и так далее. Но неважно. Вот этот принцип композиции, он везде отлично работает. И при этом никто не говорит, считается, что он очень элементарным. Но проблема в том, что когда люди заглянули внутрь протона, казалось, что он там совсем не работает. Вот. Оказалось, что протон устроен достаточно так, с одной стороны, просто. Это три кварка, три точечных объекта и глюонное поле. Поле взаимодействующих глюонов, которыми кварки между собой связаны. То есть, кварк, он генерирует глюонное поле. И вот с этим глюонным полем все не так просто. Дело в том, что, например, фотонное поле, поле фотонов, летящих с ними, там все просто. Все фотоны, которые выпускают ваши глаза, они, в общем-то, до меня долетают без каких-то проблем. А вот глюоны, они живут своей жизнью. То есть, выпущенный глюон, он порождает, кварк порождает глюонное облако. И глюон порождает тоже глюонное облако. То есть, представьте, что если бы свет излучал свет. Ну, условно говоря, да. То есть, глюон, он как бы летит и спускает другие глюоны и другие кварки. Получается, очень такая сложная система, сложная самовзаимодействующая система. Ну, и получается, что глюоны, в общем-то, ой, назад. И живут такой личной жизнью. И, например, попробуем применить сюда принцип вот этого комбинирования, что мы берем, сложный объект получаем из простых. Если мы в этом случае попробуем, например, вынуть кварк из протона, то вместо этого у нас ничего не получится. Мы затратим много очень энергии на вынимание, но вместо того, чтобы порвать вот эту вот оболочку, у нас глюоны здесь, вот в этом месте, начнут порождать новые кварки. У нас породятся две частицы. Они, ну, то есть, и здесь опять окажутся два кварка вместе, а здесь окажется, и протон окажется, протон останется протоном. Ну, или там он может перейти в нейтрон, условно говоря, да? То есть здесь разрушить его не удалось. Попробуем создать тяжелый протон, тяжелый нейтрон, так же, как делали с кирпичиками. Соберем кучу протонов, начнем их сжимать. Ну, в общем-то, тоже ничего не получится. Они останутся протонами, нейтронами. Ну, могут родиться новые частицы. Ну, в общем, такое... Ну, ладно, физики бы смирились, сказали бы, принцип композиции не работает. Ну, не работает, значит, на таких масштабах. Но оказалось, что тяжелые протоны существуют. У нас есть протон. Вот это его масса. Это, наверное, единственный слайд, где напишут действительно массу, а не в массе протонах. Есть дельта-частица, которая весит на треть больше. И есть еще n-частица, которая весит еще на треть больше. Это ровно те же самые кварки, те же самые три кварка. Фотоны безмассовые, которые внутри находятся. Это три те же самые кварка, которые просто как по-другому двигаются. И это, в общем-то, полная такая победа науки над здравым смыслом. Ну, потому что то же самое, но весит сильно больше. И чтобы это объяснить, ученые выдвинули гипотезу. То есть получается так, что здесь просто больше энергии. Энергия весит. Емцер квадрат. Здесь много энергии к глюону, к глюонному полю. И поэтому это, получается, много весит. Есть такая замечательная аналогия, что взведенный будильник весит больше, чем невзведенный будильник. Очень немножко, но больше. Конечно, нельзя-то померить, но немножко больше. Да, полная подбега. Вот. Чтобы это объяснить, была выдвинута квантовая хромодинамика, теория и так далее. Она заключается в том, что каждый кварк имеет цветной заряд. И он может быть красным, зеленым или синим. Как электрон имеет заряд электрический, минус один, или плюс один имеет заряд протон, а здесь также цветной. Он может быть синим, красным, зеленым и так далее. И в природе могут существовать только бесцветные объекты. Вот как он. Три объекта вместе. Три цветных объекта. А по отдельности они не могут существовать. Оп. Да. Ну вот. Значит, вернулись к этой таблице. Протоны состоят, и нейтроны состоят из двух типов кварков. Из кварков U и кварков D. Ну вот один из них U, другой D. Значит, у одного из них масса... Вот смотрите. Надо в протоне два U и кварк, и один D. И вот они всего лишь 0,2% массы протона. А тут 0,5% массы протона. А глионы вообще ничего не весят. Получается, что все, вся наша, 99% нашей массы, это, в общем-то, глионное поле. Мы только... Это излучение. Мы только на 1% состоим из материи. Ну такая вот. Вот вы видите девушку, она там 50 килограмм весит. И только 500 грамм из этого, это материя. Ну а остальное излучение. Вот излучение глионов. Вот вся наша масса, это излучение глионов. Ну и заряд, здесь достаточно нелегко посчитать, что если у протона заряд единица, у нейтрона 0, то заряд у них должен быть 2 трети и минус 1 треть. У 2 трети, у D-кварка минус 1 треть. Ну а глионы, они, в общем-то, безмассовые. Они безмассовые, и они не взаимодействуют электромагнитно. Окей. Вот, в общем-то, можно здесь остановиться. Я описал наш мир, то, что нас окружает почти. Значит, у нас вот материя. Это протоны и нейтроны, они стоят из двух кварков. Есть вращающие вокруг них электроны. Есть фотоны, которыми они взаимодействуются. Есть глионы, которые отвечают за связь вот этих уйдокварков внутри ядра. Какой эффект я забыл? Забудем про гравитацию на сегодня. Она, ну хорошо, гравитация, я ждал вопроса про гравитацию, она не описывается на данный момент элементарными стицами. Это искривление пространства, она, не знаю, в конце можно про нее поговорить, но, в общем, это совсем другая область. На данный момент нашего понимания. Вот, мы пытаемся ее сюда засунуть, пытаемся описать гравитацию с помощью элементарных стиц, не получается. Если получится, придется менять лекцию и вставлять сюда гравитон. Вот. Да. А если про то, что окружает нас, за что он отвечает? Да, радиацию. Радиацию. А я частиц. Ну да, без этого нюанса все было бы уже хорошо на этой стадии. Ну а так как бы мы жили без нашей любимой ядерной энергетики и так далее. Ну, ядерная энергетика используется везде, да. Это атомные электростанции, это медицинская техника, это протонноэмиссионная томография, это даже часы, здесь вот элементы есть в подсветке, вот эти вот, как их называют, детекторы дыма, там используются радиоактивные элементы. Ну, короче, она плотно сидит в нашей жизни. И получается, что, как это все происходит? Значит, у нас есть как бы, ну, условно говоря, ядерный распад. У нас есть некий тяжелый элемент, у нас есть тяжелый элемент, как это свинец, он распадается на более легкий элемент, выпуская бета-частицу, которая является электроном. Ну, это получается, что нейтрон умеет переходить в протон плюс электрон. Ну, и вот этот ядерный цикл написан, я не помню какой. Вот. То есть здесь должна быть какая-то другая сила. Какая-то другая, о которой я еще не говорил. Я здесь написал это по факту, это переходит, если вы помните, я говорил, что протон состоит из двух У-кварков и Д-кварка, а нейтрон из двух Т и одного У. То есть получается, что один Д-кварк перешел в У-кварк плюс электрон. То есть получается, что частицы могут переходить из одного типа в другой. Это, конечно, огромный прорыв, и это называется слабым взаимодействием. За счет этого, за счет слабого взаимодействия частицы могут менять свой тип. Ну, не каждая частица может переходить в другую частицу, но какие-то частицы могут переходить. И за них отвечают еще три типа бозонов. А, я здесь сразу пометил, ввел новое понятие, кварки, это вот эти частицы, и бозоны. Бозоны – это частицы, переночащие взаимодействие. И, ну вот, я добавил сюда еще три бозона, которые отвечают за слабое взаимодействие. Обратите внимание на их массу. Вот эти вот переносчики взаимодействия, если мы помним, что фотоны и глюоны, они безмассовые, то вот эти, они какие-то, ну, почти в сто раз массивнее, чем протоны. Это, конечно, вносит в свой вклад в то, как это взаимодействие работает, но я немного не буду в это ударяться сейчас. Сейчас задача именно сделать такую картину всего, как это устроено. Ну, и это открывает просто какую-то огромную дверь, неизведанную для физиков, потому что она нам говорит о том, что мы можем менять из одних частиц, известных на материи, получать частицы, неизвестные на материи, с помощью перехода, ну, потому что частицы могут переходить, менять свой тип. Вот, но для этого сначала я скажу пару слов про энергию. Это два типа энергии, которые мы знаем из школы, и одна из них кинетическая заключается в том, что объект двигается, когда этот объект двигается, у него есть энергия, когда объект подвешен над потолком, у него есть кинетическая энергия, вторая потенциальная, там, объект падая, обладает тоже энергией, подвешенной землей. И что такое энергия? Энергия — это способность объекта что-то сделать. Там, если я уравню конфетку на пол, она передаст свою энергию, там, подогреет пол и так далее. Если я врежусь в окно, я разобью окно, потому что я, ну, может, не разобью, я передаю свою энергию на разрыв электромагнитных связей стекла. Это тоже, кстати, интересно, да? То есть я трачу, вот там тоже все, стекло держится, не распадывается, потому что там фотоны. За счет связи фотонами я стукаю стекло, я развиваю эти фотонные связи между молекулами. Ну и тем самым, соответственно, его разбиваю. И важный момент по поводу энергии — это в том, что когда вот я подкидываю конфетку, да, когда я подкидываю, я даю кинетическую энергию, она летит быстро, потом она замедляется, в этот момент у нее вся кинетическая энергия переходит в потенциальную. Разные энергии легко перетекают между собой, ну, вот всякими такими движениями. И вот здесь пришел Эйнштейн и сказал, что масса — это тоже энергия. И это очень круто, потому что это означает, что мы можем сделать так, что кинетическая энергия будет перетекать в массу. И вот тут открылась эра новой, тут как бы мы вошли в эру открытия новых элементарных частиц, потому что мы научились, мы поняли, что если мы будем что-то разгонять и сталкивать, если мы будем что-то разгонять и сталкивать, то мы сможем рождать новые частицы, которых раньше не было из существующих. Вот. Ну и тем самым мы открыли, ну, например, еще кварков. Кто знает, какой следующий кварк по размеру после этих двух? Нет? Ну, он называется странным кварком. Ну, и масса у него уже десятая часть протона. Следующий есть идеи? Ну, наверное, и следующий тоже сложнее будет. Ну, хорошо. Чарм. Да, очарованный. Следующий очарованный, и вот, смотрите, он уже весит чуть больше протона. То есть вот один кварк весит больше, чем весь протон. Ну, ладно. А по массе? Кто думает, сколько будет весить следующий? Десять? Десять протонов. Еще варианты? Сто протонов. Ну, всего лишь четыре с половиной. Ладно, он называется красивым кварком. Вот он. Ну, и по зарядам, кстати. По зарядам здесь достаточно просто. Вот у кварка у него заряд две трети, вот они вверху расположены. А у декварка у него заряд минус одна треть. И у этих тоже по минус одной трети. Вот. Ну, а у следующего? Следующий? Сколько? Ароматный? Нет, ароматный. Это называется, как раз, тип кварка называется аромат. Сколько он весит? Протонов. Там я слышу 120. Еще варианты? Ну, в общем, он весит 185. Он называется стоп-кварком. И это самая тяжелая ремиторная мстиция, которая известна на данный момент человечеству. Вот. Но с кварками... То есть мы получили, что у нас есть два кварка, из которых мы состоим, и еще четыре нестабильных кварка, которые распадаются на то, из чего мы состоим, которые мало живут, но которые мы можем получать на какой-то короткий момент времени, если мы загоним много энергии, кинетической энергии в точку, и там частицы столкнем на коллайдере или еще где-нибудь. Вот. Ну ладно, пойдем дальше. Кроме этого... А, да, вот это прикольное сравнение, я по нему забыл. Что если мы нарисуем кварки так, чтобы они были... Чтобы их размер вот здесь вот был в пропорциональных массе, вот эта картинка имеет столько же общего с реальной физикой, сколько вот эта. Ну, я уже говорил, да, они все точечные. Вот. Но если мы нарисовали бы кварки с таком же размером, как у них масса, то вот они примерно так бы между собой относились. Ну и надо понимать, что вот этот топ-кварк, он весит, как, не знаю, как ядро золота. То есть он очень тяжелый элемент. Чуть меньше, чем ядро золота. Вот. Ну, кроме кварков, открылась также еще куча электронов тяжелых. Они называются лептонами. Вот это семейство. Здесь я видел, я тоже добавил сразу. Вот этот цветной сектор кварки, а это бесцветный сектор, означает то, что цветной сектор, он взаимодействует сильно глионами, а бесцветный сектор, он не взаимодействует глионами, он взаимодействует только электромагнитно и с помощью вот этих слабых взаимодействий. А эти взаимодействуют всеми этими типами. То есть еще раз, три типа взаимодействия. Фотоны, глюоны, электромагнитное, сильное и слабое. И вот эти взаимодействия электромагнитное и слабое. И называются лептонами. Их три типа. Электрон, всем нам известный, мион и таон. И вот их массы тоже, к массе протоны. Эти, вообще, к ним можно спокойно относиться как к тяжелым электронам. Они, в общем-то, ничем более таким не обладают. Но, наверное, кроме... И вы можете спросить, зачем эти частицы все нужны. Ну, вот, мионы мы, например, уже умеем использовать. И дело в том, что мион, он тяжелее. Вот что происходит с электроном, если мы его вдарим в стену одним? Его сразу положит какой-нибудь атом себе на орбитальку, потому что он легкий. Вот. А мион, он тяжелый атом. Он, в общем-то, имеет достаточно сильную пробивную способность. И живет он 2 секунды в среднем период полураспада у него. Много это или мало? Ну, с одной стороны, мало. С другой стороны, если он будет лететь быстро, так, в близкой скорости света, то километр он пролетит. И поэтому мы с помощью него можем кое-что всего делать в мире. И фишка в том, что через нас постоянно проходят мионы. Через ладонь нашей руки проходит мион в секунду примерно. Почему? Потому что из космоса прилетают частицы. Много частиц, как вот здесь вот нарисовано. Они стукаются к нам в атмосферу. Они порождают... Разные частицы там прилетают. Протоны и так далее. Ядра тяжелые. Те же электроны. Они стукаются, взаимодействуют с атомами в атмосферы. И рождают кучу других частиц, в том числе мионы. И вот эти частицы, они стукаются об землю. И поэтому они так прилетают через все. В середине 20 века придумали с помощью этого просвечивать египетские пирамиды. Смотрите, мы берем детектор. Ставим его на разные стороны. И смотрим, как мионы пробивают с разных направлений эти пирамиды. Если мы накопим достаточно статистики, то мы можем определить, есть там какие-то емкости или нет. Потому что все-таки мион, он более вероятно взаимодействует с твердой какой-то породой, чем с воздухом. Поэтому вот, если я правильно помню, недавно что-то там нашли, какую-то небольшую емкость, она скорее техническая, какой-то пирамид. Но не особо успешно. Но, тем не менее, такой хороший способ. Сейчас разрабатывают сканирование в аэропортах с помощью мионных лучей. И не только в аэропортах. Ну, скорее, не в аэропортах. Там грузы сканируют на поиск всяких тяжелых радиоактивных элементов. Потому что всякий уран, свинец, вот эти все тяжелые элементы, они очень хорошо останавливают мионы. Если мы поставим детектор под этим багажом, то мы сможем, условно говоря, багажом, мы сможем понять, есть ли там что-то такое. Такая вещь в Штатах сейчас разрабатывается. Если я правильно помню, где-то используется. Вот. Поэтому такая уникальная частица достаточно. Ну, по крайней мере, мы научились ее применять. В отличие от других. Живущих. Да. Помните вот этого котика? Он там был внизу, скакивал. Он означал то, что я там кое-что заметал под ковер. И я не рассказывал про один момент. И этот момент заключается в том, что... Сейчас я посмотрю. Ага. Вот в этом месте. Вот здесь был котик. Кто-то заметил, кто-то не заметил. Он заключался в том, что вот здесь не все так просто, как вот здесь все нарисовано. Здесь такая упрощенная картина. Дело в том, что протон и нейтрон, если вот, например, согласно квантовой механике, у него должны быть дискретные энергии внутри ядра. То есть там, условно говоря, у него может быть энергия 1, 2, но не может быть 1, 2. Не может быть 1, 2. У него может быть 1, либо 2. Так как у электронов... Вот есть, например... Как, например, у электронов на орбиталях атомов. Не совсем то, но, по крайней мере, это рассказывают в школах. Что у вас есть специальные орбиталии, это есть фиксированные энергетические уровни. Что электрон не может сидеть посередине. Он должен иметь энергию либо на этом уровне, либо на этом. А вот здесь он сидеть не может. Также, в общем-то, и протоны и нейтроны сидят на таких же энергетических уровнях. Не совсем таких же, но тоже есть уровнях внутри ядер. И тогда получается, что у нейтрона у него фиксирована энергия. У протона у него всегда так фиксирована энергия. Значит, у электрона должна тоже быть фиксирована энергия. Ну, потому что здесь у всех таких ядер, у этого нейтрона всегда одинаковая энергия. У всех... Ой. Эх. Ну, вот. Ну, я не люблю. Не люблю этот кликер. Постоянно меня перекликивает. Не нужно. Значит, и получается, что вот здесь фиксировано, вот здесь фиксировано, значит, сколько бы мы электронов вот здесь не мерили, у них всегда должна быть одна и та же энергия. Ну, а в реальности нет. И, в общем-то, да, физика в начале 20-го века очень сильно это бомбило, потому что это означало, что закон сохранения энергии не выполняется. Ну, и чтобы это проиллюстрировать, я нашел на Википедии цитату Паули, где он пишет о том, что, ну, например, ну, я сейчас прочитаю просто. Имея в виду непрерывный этот спектр электронов, я принял отчаянную попытку спасти закон сохранения энергии. И имеется возможность того, что в ядрах существует электрический... В этот момент физики не знали вообще ничего, как устроено ядро. Вот. И вот он предложил, что в ядрах существуют электрические нейтральные частицы, которые я буду называть нейтронами, и которые обладают спинным... Ладно, про спинные говорить ничего не буду. Масса нейтрона по порядку величин должна быть сравнимой с массой электрона, и, во всяком случае, не более процента массы протона. И тогда непрерывный вот этот спектр может объясниться тем, что кроме электрона вылетает еще этот нейтрон. Ну, и тогда энергия нейтрона, электрона, суммарная энергия этого нейтрона и электрона должна быть постоянной. Я признаю, что такой выход может показаться, на первый взгляд, маловероятным, однако не рискнув, не выиграешь. Серьезность положения с непрерывным бета-спектром, электронным спектром, хорошо проиллюстрировал мой уважаемый предшественник Дибай, который недавно заявил мне в Брюсселе. О, об этом лучше не думать вовсе, как о новых налогах. Это вот об этом спектре. Ну, оказалось, что в этот момент Паули, в этом письме Паули открыл, предложил, в общем-то, нейтрино. Он назвал их нейтронами, но нейтронами в итоге назвали другие частицы, а его частицы назвали нейтронами. Нейтрино. И получается, что вот здесь вот кроме электрона вылетает еще нейтрино, который просто совсем не взаимодействует. Совсем от слова «вообще». То есть, например, через нас проходит, вот если один меон в секунду, то через большой палец проходят миллиарды этих нейтринов всегда. Они проходят через всю Землю, ничего вообще не взаимодействует ни с кем. И вот поэтому их долго очень не ловили. Вот видно, что при каждом таком распаде вылетает еще одна нейтринная частица, и закон сохранения выполняется энергией. Ну, или вот так это выглядит с точки зрения более научным языком. У нас есть нейтрон, вот он состоит из трех кварков. Д-кварк так летит, он распадается на W-базон, который как раз и является вот этим переносчиком слова взаимодействия и у-кварк. И вот этот W-базон распадается на электроны нейтрино. Ну и нейтрино, они повсюду, как я уже сказал. Источники, где они излучаются, откуда они летят? Они летят отовсюду. Летят из земных недр. Где есть радиоактивность, там есть нейтрино. Земные недра, нейтрино, оттуда там из Земли бьется дофига. Соответственно, атомные реакторы и так далее, и так далее. И Солнце, атомные, тоже ядерные реакции, оттуда идет поток нейтрино. Межгалактических нейтрино очень много. От большого взрыва идет до нас нейтрино, оно заполнено все пространство. Например, еще есть забавно, что на последних этапах звездной эволюции, когда у вас звезда превращается в нейтронную звезду, в этот момент 90% энергии звезды уходит за счет нейтрино, за счет света, за счет нейтрино. Потому что, условно говоря, у вас там были сначала протоны и электроны в звезде, а потом в какой-то момент они схлапываются в нейтрон. В этот момент должен родиться нейтрино. Вот по тому картинке. И вот этот нейтрино все уносит, всю энергию. Ну и чтобы их поймать, строят какие-то огромные детекторы. Например, это вот детектор суперкамиаканда в Японии. Здесь кто-то может увидеть людей на этой картинке, они вот здесь вот стоят в лодочках. Вот, вот тут вот. Вот эта огромная поверхность детекторов, эта огромная их шахта, она заполняется водой, и иногда вот эти вот нейтрино, они все взаимодействуют. И, в общем-то, здесь идет счет на единички. Здесь они не так, чтобы ловить таким большим детектором какие-то сотни частиц. Они ловят единички, ну, космических. Ну, я имею в виду, ну, конечно, они их уже поймали сотни и так далее. Детектор функционирует. Ну вот, например, на Большом Дрон-Коллайдере 100 миллионов событий и столкновений ловится в секунду. Вот здесь единички. Ну, в секунду, наверное, там, может меньше единиц. Я, честно говоря, не особо в курсе про их вот частоту, но очень маленькая. Вот. Ну и сразу, чтобы... сразу расскажу, что нейтрино оказалось 3. Оказалось, электронная нейтрино, мионная нейтрино, эталонная нейтрино. Опять же, я их могу изображать как угодно, потому что они все точечные. И масса у них не ноль. Вот это пока единственное, что известно науке. Мы не знаем, какая у них масса. Есть ограничения. Масса электронного нейтрино сильно меньше массы электрона. Мионного, она, если не ошибаюсь, что-то порядка электронной массы. Но сильно меньше миона и так далее. Точнее, не так. Мы знаем, что она не больше. Вот так. Мы знаем только верхние ограничения. Но, видимо, она... Долго думали, что она ноль. Точнее, не знали точно. Но потом открыли... Вот открытие Нобелевской премии, которое недавно принесло, сказало, что у них есть масса. Но она, видимо, очень низкая к нулю. Вот. Ну и мы почти завершили с нашим построением. И я еще хочу сказать по закону сохранения. С построением этой картины. Значит, у нас есть... Про какие законы сохранения мы знаем? Мы знаем, например, энергии и импульсы. Они всегда выполняются. А есть еще, например, закон сохранения электрического заряда. Он тоже достаточно очевидный. Электрический заряд никуда не девается. И, например, вот здесь он сохраняется. Вот у нейтрона было ноль заряда. А в конце у нас появился протон и электрон. И суммарно у них тоже ноль. Да? А есть заряд еще лептонный. Оп. То есть вот здесь вот. Вот каждое это семейство имеет заряд. То есть, например, вот это электронный... Ну, как бы лептонный электронный заряд. Вот это вот мионный лептонный заряд. Это таонный. И получается, что заряд тоже должен сохраниться. Ну, и вот здесь как раз был котик. Как вы видите, да? Потому что когда я вот здесь сказал вам, что это нейтрино, я соврал. Это не нейтрино. Это антинейтрино. Потому что... Про антиматерию сейчас скажу. Но о антиматерии у них обратные заряды. И вот здесь все сохраняется. Сейчас, значит, про антиматерию. Антиматерия — это как вот футбольные фанаты. Они, в общем, полностью одинаковые. Знаете, они там ездят на одном метро. Они так же себя одинаково ругают правительство и так далее. Но у них есть одна незадача. У них там разные цвета. Если они встречаются вместе, они дерутся. Ну, а если... И так же с антиматерией. Если у вас встречается... Например, электрон и антиэлектрон, который называется позитроном, они ведут себя совершенно одинаково. Кроме одного нюанса. У них разный заряд. Поэтому в электромагнитном поле одни загибаются, условно говоря, влево, другие вправо. И так далее. У позитрона положительный заряд, у электрона отрицательный. Ну, и если они встречаются, то что происходит? Ну, происходит... Ну, не взрыв, конечно, но аннигиляция. А если мы возьмем много, то, конечно, произойдет взрыв. Вот. Антиматерия. Я как же сказал, антиматерия, это та же материя, но с обратными зарядами. И при встрече они аннигилируют. То есть есть укварк, есть антиукварк. У укварка заряд цветной, у любого укварка заряд цветной, у антиукварка заряд будет антицветной. Поэтому, например, могут существовать частицы составные из У и антиукварка, где укварк будет нести цвет, а антиукварк будет нести антицвет, и они будут бессветными. Такой объект, можно существовать, он называется пионом. Вот. И так же и другими кварками. Кроме этого, у них есть заряд, который называется электрический. У этого заряд плюс две трети, а у анти-У будет минус две трети. Поэтому, соответственно, пион будет иметь нулевой заряд электрический. Если они будут весе две частицы, эти будут вместе. Так же и здесь, у всех остальных частиц, у частиц материи. Вот здесь, я помню, я говорил, что W-базон, у них два. Одни из них являются частицы к другой. Один с плюс-зарядом, другой с минус-зарядом. У этого нет античастицы, он нейтральный, он сам себе. И эти сами себе античастицы. Электрон, я уже говорил, позитрон, мион, анти-мион. У нас есть отдельное слово для положительного миона и так же этоон. С нейтриной сложно, мы не знаем. Есть гипозиция, что нейтрины являются сами себе элементарной частицей, но мы не знаем про это. Пока мы считаем, что есть анти-нейтрина, чтобы сохранить этот заряд, чтобы сохранить этот заряд лептоном, про который я говорил. Но, в общем, фиг его знает. Вот. Окей. Я добавил антиматерию сюда, чтобы она тоже сидела в нашу таблицу того, как устроен наш мир. Ну и что я забыл? Чего здесь не хватает? Кто знает, какой частицы не хватает? Да. Остался бозон Хиггс. Продолжение отдельной лекции. Ну, в общем, у меня еще есть время, так что я еще поговорю про него. Вот. Но, конечно, дело не в бозоне Хиггса, дело в поле Хиггса. Это Питер Хиггс, кто не знает. Значит, которому донушили Нобелевку как раз за предсказание бозона Хиггса. В общем, дело в теории, что вот теория элементарных частиц до Хиггса, ну, до момента, когда это все появилось, она описывала безмассовые частицы. В каждой частице не было массы вообще, ноль. Эти кварки ничем не отличались между собой в плане массы. Ну, там из этой теории они вылезали так, что они были безмассовыми. И это была большой проблемой, потому что мы знали, что на эксперименте они огромную массу. Проблема самой была с W и Z-бозонами. Если вы помните, они там в 90 раз массивнее протона. А в теории они безмассовые. Ну и... Да. И была выдвинута гипотеза про поле Хиггса. Значит, сначала про поле расскажу. Что такое поле Хиггса? Начало, надо сказать, сейчас немножко усложнить нашу картину мира, потому что я сейчас рассказываю про частицы. В действительности дело, конечно, частицы, это такое упрощение. В действительности наше пространство, оно заполнено полями. В каждой частице есть свое поле. И вот частица, это волна в этом поле. Вот, то есть мы как бы вот так вот стукнули по этому полю, поле удораживалось в каком-то месте, полетело. Это частица. Вот. И все поля в спокойном состоянии, они имеют нулевую энергию. То есть, например, какой-то пол. Представим, что пол здесь, это нулевая энергия. Вот все поля, они так вот плоские, пока там не появились частицы. Значит, а поле Хиггса, оно другое. Оно, предположим, в невозбужденном состоянии уже по колено. И поэтому частицы, проходя через поле, они... Ну, вот, предположим, что я это частица. Если я хожу просто по чистому полю, я иду спокойно, как будто у меня от массы не напрягаясь. Если я наполню его по колено, соответственно, водой, то у меня будет идти сложнее, как будто у меня появилась масса. Вот так работает Хиггсовский механизм, Хиггсовское поле. Что как будто перемещаясь через него, частицы обретают массу. Они по-разному с ним взаимодействуют. То есть, одни там, ну, не знаю, выше-ниже. Там кому-то это поле будет по колено, будет идти очень нормально. Кто-то будет это по пояс, он будет идти сложно. А там фотон, у него у нас масса ноль, у глиона масса ноль, поэтому он идет спокойно, не взаимодействуя с этим полем. В чем разница между Хиггсовским полем и полем вот этих всех частиц? Потому что вот эти все частицы, это взаимодействие между другими частицами. Фотон, это взаимодействие между разными электронами, например, взаимодействуют с фотонами. А Хиггсовское поле, это не новое фундаментальное взаимодействие. Это просто частицы взаимодействуют с ним, они взаимодействуют посредством него. Частицы взаимодействуют посредством этих полей. А посредством Хиггсовского поля никто не взаимодействует между собой. Они просто с ним взаимодействуют и приобретают массу. Вот. Ну и поле Хиггс, оно не отвечает за нашу массу. Оно отвечает за массу кварков. Но не протоны, как я уже говорил. Оно отвечает за как раз этот 1% нашей массы. Все остальное это энергия глюонов, которая безмассовая. Ну просто энергия, вот поле, которое... Ну не знаю, вот как генетическое. Не то чтобы генетическое. Но вот вся вот энергия, суммарная энергия движущихся внутри нас глюонов и обменивающихся между нами. Ну а бозон Хиггса, который красоткрыли, это такое просто подтверждение того, что этот поле существует. Это волна по этому полю. Вот. Ну и тоже прекрасная картинка. Бозон Хиггс имеет массу 134 массы протона и не имеет электрический заряд. Вот. Ну и теперь, в общем-то, мы завершили. Завершили построение стандартной модели. Вот это все называется стандартная модель. Это все, в общем-то, замечательно описывает то, как устроен наш мир за заключением гравитации. Он записывает электромагнитное взаимодействие, слабое взаимодействие, сильное взаимодействие. И все это засунут в одно уравнение. Как раз в Лагранд-Жан стандартной модели, по которой я говорил. Вот. В начале. Ну не важно, про это можно завить. Вот. А, это не говорит о том, что нет других частиц. Но вот пока вот это все хорошо двигается между собой и хорошо описывает эту теорию. В принципе, теоретически возможно, что есть еще нейтрино, еще более тяжелые электроны, больше кварков. Но мы ничего найти такого не можем. Может, есть. Но согласно стандартной модели, того, что мы используем, больше, в общем-то, здесь ничего не должно быть. Все прекрасно работает с небольшими, совсем маленькими исключениями. Вот. Заключение. Как я говорил, все состоит из элементарных частиц. Чтобы понять, как это. Есть частицы. Ну, чтобы вот как-то между ними разделить. Есть частицы материи, есть частицы взаимодействия, сил. Вот они у меня здесь разделены на два столбца. Вот этот столбец разделен. Вот Хиггс отделен от этих. Они называются бозонами вот эти. Вот Хиггс отделен от этих бозонов, потому что он не слушает. Хиггсовское поле не слушает взаимодействия между другими частицами. Он просто, просто все идут через него, и все с ним взаимодействуют. Они взаимодействуют посредством него. Есть частицы переносчиков взаимодействий. Вот я про них сказал. Есть частицы материи, которые взаимодействуют с сильным взаимодействием. Это кварки. А есть, которые с ним не взаимодействуют. Только слабый электромагнит. Это глюэдфу. Это лептоны. Вот они. Электроны и нейтрино. Ну и все. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь. У нас есть паблик Сарнач. Спасибо. Ну, я думаю, что у нас есть минут 20, да? Есть, есть. Ребята, если у вас… Слышно, да, точно. Если у вас есть вопросы, поднимайте руку, я буду подходить с микрофоном. Ну, давайте с микрофоном. Хорошо. Спасибо большое за лекцию. Вопросы про гравитацию. Чего там с гравитацией у нас известно на данный момент? Смотрите. Ну, то есть параллельно с квантовой механикой, всякими этими частицами. Здесь, например, вот в этой штучке есть гравитон. Я вижу меня, почему его издобавили. Вот он сидит, сидит. Я отсюда взял эти все картинки. Это царновская такая табличка. Моя забавная история, что когда я вот эту табличку первый раз вез в Россию, это магнитики, гравитон по дороге потерялся. Я подумал, что знак. Вот, случайно. Значит, про гравитацию. Есть, вот когда появилась квантовая механика, появилась параллельно общая теория относительности Эйнштейна, в которой квантовая механик говорила, что все взаимодействия с элементарными частиц. Гравитация, общая теория относительность говорила, что это гравитация за счет искривления поля. За счет того, что поле искривляется под действием энергии. И вот мы как воронку скатываемся к другим объектам в этом пространстве. Пространство искривляется. То есть если мы живем на такой поверхности, то, может быть, массивный объект, она искривится. И вот, ну, например, по воронке мы можем катнуть шарик, который будет так вот вращаться, так же вокруг массивного объекта вращаясь в другие объекты. Такая аналогия простая. Значит, ох, вот, и проблема в том, что они как бы две независимые теории. Совершенно независимые, совершенно по-разному работают. В физике давно мучаются с тем, как бы это все объединить. Можно объединить, вводя новую щицу гравитон. Можно. Но гравитон-то не находят. Вот в чем проблема. Если у нас вот с помощью квантовой механики, вот этой всей теории поля, можно объяснить гравитацию, это должен быть гравитон, должна быть частица переносчика взаимодействия. Ее не находят. Ищут. Найдут, объединим. Пока вот так все подвешено. Значит, есть проблемы у этого всего, у теории гравитации. То есть как-то это все должно во что-то разрешиться в какой-то момент. Там же есть мир темной материи, которой нет в теории гравитации. Есть темная энергия, которая плохо там, все очень плохо. В теории гравитации системной энергии и так далее. Ну, в общем, статус сейчас подвешен. Это такая вещь, на которую ученые сейчас очень долго, уже давно бьются и сейчас бьются. Но пока не существует независимо. Очень много попыток. Эйнштейн всю жизнь бился того, чтобы эту теорию объединить. Но пока никак. Можно ли сказать, что гравитация – это степень погружения в поле Хиггса? Нет. Не-не-не-не. Гравитация и масса – это разные вещи. Надо здесь сразу поставить разделяющую плоскость. Есть масса – это мера того, как мы взаимодействуем. Есть гравитация. Гравитация взаимодействует согласно общению растений за счет энергии. Фотоны, если кто знает про гравитационное линзирование, что фотоны искривляют свою траекторию за счет гравитации. Если фотон пролетает вдоль черной дыры, ну, чего-то очень массивно, там, звезды массивной, он изменяет свою траекторию. Это, в общем, такой экспериментальный факт. Фотон не имеет массы. Он не взаимодействует с полем Хиггса. Гравитация взаимодействует только с энергией. Ну, нет, нет, поле Хиггса вообще не имеет отношения к гравитации, к сожалению. И опять же, поле Хиггса – это только 1% нашей массы. Это трудно, конечно, понять, потому что вы бываете… Да, 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 конечно, масса. Есть еще вопросы, у кого прямую коррелирует? Еще у нас на много. Еще вопросы? Уже нет. Я могу много просто отречать, там, не знаю, про коллайдеры и так далее. Если есть вопросы в этом области, это легко. Скажите, а фермионы, вот, ты слышала про такое. Да. Где вот здесь есть оно или это не частицы? Фермионы – это не бозоны. Значит, есть бозоны, вот они. Я просто старался не вводить вот совсем уж понятия, которые, в общем-то, только замусорят мозг и не дадут никакого понимания того, что происходящее. Фермионы – это по отношению к… и бозоны, по отношению к их спину. Про спин надо отдельно рассказывать. Я боюсь, что так сходу не расскажу. Вот, быстро, что такое спин. Вот, значит, есть бозоны, а вот это все фермионы. Вот, вот эти все частицы называются фермионами, а эти частицы называются бозонами. Ну, про свойство такое, что, например, бозоны, они любят сидеть вместе. Они легко сидят на новом энергетическом уровне. Например, если на каком-то энергетическом уровне, мы легко поместим два бозона с одним и той же энергией. Например, лазеры, там у них у всех фотонов одинаковая энергия. Фермионы не сидят на одинаковых уровнях. И поэтому, если бы кто-то помнит уроки химии, там у вас электроны, надо было постоянно класть на разные энергетические уровни. И не дай бог на один. На один можно было только два поставить, да, на первый там. Потому что… Это надо объяснять долго. Вот. Но вот они, лептоны, они не сидят в одинаковых положениях. Их надо обязательно класть в разные. Не лептоны, а фермионы. Это надо отдельно рассказывать минут на 15. Вот. Еще вопрос. Извините, у меня немножко другой стороны вопрос. Как вы относитесь к научной популяризации о том, чтобы в массу так упрошенно вести вот такие научные темы? Как вы к этому относитесь? Ну, я же это ввожу, значит, я… Я именно в виду положительный. Положительный, да. В том плане, что, например, неких вопросов конфликтных, которые ученые сами не понимают. Публицируется в массе эту тему и какую-нибудь спутницу создается. Как вы имеете… Ну, слушайте, вот… Например, та же самая темная энергия, темная… Да, еще и большой взрыв, давайте туда добавим. И, как бы, это… И квантовую механику никто не понимает. Так что, в общем, не надо говорить про квантовую механику. Зачем? Живите себе в ньютонском мире. Я считаю, что мы должны об этом говорить. Мы должны… Смотрите. Здесь, во-первых, если вам неинтересно, то вы можете это не служить и жить спокойно. Это, в общем-то, для обыденной жизни вообще не требуется. Можно забыть и идти спокойно дальше работать. Значит, весь вопрос в интересности. Другая сторона медали. Мы сейчас живем не в тоталитарном мире, в общем-то. Да? За исключением некоторых стран. И в более-менее дипломатических странах люди решают, куда платить. Кому науку платить, решают, что мы развиваем. Если ученые не говорят о том, чем они занимаются, люди перестают платить, вкладывать деньги в науку. Политики перестают вкладывать, население перестает. В этот момент наука останавливается. Я, в общем-то, мечтаю о звездах и так далее. Я мечтаю о том, чтобы мы куда-нибудь полетели, хотя бы до Марса. Вот. И мне бы это очень хотелось. Поэтому я за то, чтобы люди были как можно больше, масса была вовлечена в науку, как бы обсуждала то, что происходит в науке, потому что тем самым мы, в общем-то, ускоряем, потому что политики видят то, что это интересно людям, они начинают сюда вкладывать деньги. И мы тем самым ускоряем прогресс, тем самым, ну, лучше живем. Ну, у нас новые технологии, у нас айфоны, все дела. Круто. То есть, ну, там банально, не знаю, всемирная паутина была сделана для Большого Дронного Коллайдера. Не было бы Большого Дронного Коллайдера. Я скорее пределил в технологии мнение, что Всемирная Паутина бы появилась, но появилась бы поздней. Вот. Мы, в общем-то, сильно ускорились за счет Большого Дронного Коллайдера. У меня такое мнение. Я не тот сноб, который говорит, что, типа, наука для ученых, и пусть ученые сами, только ученые, только избранные пусть об этом обсуждают. Нет. Потому что люди, ну, даже еще и такой нюанс, что люди всегда что-то обсуждают. Там гремит за окном, люди обсуждают, чего там гремит. Гром, да? Вот пусть они лучше неправильно обсуждают, что это гремит из-за науки, ну, там, что там встречаются два фронта в небе и так далее. Пусть они это обсуждают неправильно. Это лучше, чем они будут обсуждают там, что это Бог послал и так далее. АПЛОДИСМЕНТЫ А можно я вопрос задам? Да. Есть вероятность, что все это построение, оно неправильно? Да. Насколько большое? Сто процентов. Не, ну, в смысле, оно точно не завершено, да? Давайте поймем, что у каждой физической науки, у каждой теории есть область применения. Мьютоновская механика прекрасно работает в нашей предназначенной жизни. А мне надо не водить никакую специальную твердую сильность, чтобы посчитать, как стул там куда-нибудь упадет. Вот. А так же и здесь. Вот в том месте, где мы сейчас... Вот это очень отлично работает практически везде. Очень мало экспериментов, где вот это построение работает чуть-чуть хуже. Оно работает, но работает чуть хуже. В некоторых... Например, эта теория, она, ну, например, она не очень хорошо описывает распады бьюти-кварка. Вот это вот. Сейчас на коллайдере очень много изучают, как этот бьюти-кварк рождается и распадается на большом-другом коллайдере. И, в общем-то, вот эта теория, она не очень хорошо это описывает. В ней нет темной материи, которая вроде бы есть. Или, например, а может, ее и нет, но наша общая твердая соседливости тоже не работает. С другой стороны, общая твердая соседливость дала нам кучу всяких открытий, ее она тоже кучу всего описывает. У нас вот есть такие проблемы, и понятно, что в какой-то момент появится новая теория. Мы это много ищем. Такое-такое, да. Но пока это отлично работает. Продолжение следует...